Последние три месяца в пенсионном фонде ДНР проводилась масштабная работа по обновлению учетных данных получателей пенсий. В Большом Харциске, например, сверку должны были пройти свыше 20 тысяч человек. Уложиться в весьма жатые сроки вполне ожидаемо не удалось. Работу по обновлению данных получателей пенсий, проживающих в городах и поселках Большого Харциска, решено пока не завершать. В пенсионном фонде продлили срок перерегистрации документов до 25 мая. Данная работа была начата по требованию пенсионного аппарата пенсионного фонда с целью незаконно использования денежных средств пенсионного фонда, выявления каких-либо случаев. И при этом еще в течение данной работы мы, значит, к нам очень обратились много людей, которые не предоставили полностью свои данные. То есть это увольнение с работы. После данной работы, когда люди обратились, они получили очень большие выплаты, то есть индексацию им сделали, произвели увольнение, трудоустройство. Было выявлено очень много переплат. Светлана Усиченко обращает внимание на то, что получателям пенсии через почтовые отделения, а также тем, кто обращался в пенсионный фонд за назначением, перерасчетом или возобновлением выплаты с октября 2017 года по январь 2018, нет необходимости в обновлении данных. Остальных пенсионеров, которым деньги поступают на банковскую карту и кто пока еще не обратился в управление, ждут в пенсионном фонде с паспортами, трудовыми книжками и копиями этих документов. Каждый пенсионер, который к нам приходит и оформляет пенсию, либо делает перерасчет пенсии, заявление подписывается о том, что о всех изменениях, которые могут с ним произойти. То есть это увольнение с работы, это трудоустройство безусловно, это изменение места жительства, изменение каких-то обстоятельств, которые могут повлиять на развив пенсии, они обязательно должны нас уведомить. На сегодняшний день за обновлением учетных данных в пенсионный фонд обратилось 19 183 пенсионера. Остальных 1620 человек до конца следующей недели ждут в управлении.